Богословский аспект Мы говорили о контекстуальных и культурных аспектах толкования Библии. На протяжении 15 минут очень быстро я должен сказать некоторые вещи о лексических аспектах. Лексические аспекты толкования Библии. Изучение слов. Почему 15 минут достаточно? Потому что об этом вы знаете. Этим вы иногда пользуетесь. И еще потому что для серьезного изучения с лексической точки зрения вам надо знать либо греческие и еврейские языки, либо пользоваться такими ресурсами, как симфонии с учетом греческого и еврейского языков. Для серьезного изучения с лексической точки зрения вам нужно пользоваться соответствующими ресурсами. Знать греческие и еврейские языки. Или по крайней мере пользоваться ресурсами, которые переводят эти слова на русский, на английский или на любой другой известный вам язык. У нас в рамках этого курса нет времени объяснять, как пользоваться этими ресурсами. И я понимаю, что для большинства из вас, поскольку этот курс все-таки рассчитан на тех людей, которые не оканчивали семинарии или не учатся пока в семинарии, наверное, это не столь надо. Что я бы хотел сделать? Это предостеречь вас от нескольких ошибок, от нескольких очень часто завершаемых ошибок, как раз связанных с значением слов. Вы знаете, когда вы читаете комментарии, особенно комментарии, ну скажем так, не очень маститых комментаторов, или когда вы слушаете проповедь, будьте, пожалуйста, страшно внимательны, страшно внимательны. И особенно, когда вы говорите сами или учите сами и пытаетесь уйти в дебри значений слов. Особенно, поскольку этих языков вы не знаете. Ошибки можно сделать очень и очень легко. Я перечислю вам основные из них и покажу их на русском материале, и также приведу некоторые еврейские и греческие примеры. Первая ошибка. Ложная этимология. Ложная этимология. И вообще говоря, я бы сказал даже так, увлечение этимологией. Когда человек, например, говорит, вы знаете, вот здесь использовано греческое слово, которое происходит от другого слова. И вот это другое слово значит то-то и то-то. И, соответственно, и греческое слово значит то-то и то-то. Значит, вот такие утверждения имеют право делать только очень опытные люди. Только люди, которые действительно знают то, о чем они говорят. Иначе можно сесть в большую лужу. Приведу сначала русский пример. Разбираем фразу. Володя и Юра закадычные друзья. Я представление. Значит, я плохо знаю русский язык, и мне объясняют. В слове «закадычный» корень кадык. Там есть очередование в конце корня, согласных к и ч. Причем, когда я говорю о очередовании, это делает мое рассуждение более наукообразным таким. Значит, здесь приставка «за» корень кадыч от кадык. «Закадычные друзья» – это друзья, которые заливают за кадык. Соответственно, о наших героях, Володе и Юре, автор отзывается резко отрицательно. «Друзья мои, остерегайтесь за кадычной дружбой». Ну, что я только с этим сделал. Я взял слово, я его разобрал. Даже этимология, на самом деле, была правильная. Тут не была ложной этимологии. Не было ложной этимологии. Но я притянул исходное значение слова к тому использованию, которое мы видим сейчас, в XX-XXI веке. А я сделал ошибку. Я получил неправильное толкование. Пример аналогичный из греческого языка. Причем пример частый. Пример, использующийся в проповедях. Евангелие, Слово Божие, называется, апостол Павел, силой. Она – сила Божия ко спасению. Римлянам 1 глава, 16 и 17 стих. Благоистование – это сила Божия ко спасению. По-гречески «сила» – это дюнамис. Это то самое слово, от которого мы получили такие слова, как динамит. Динамит имеет взрывную силу. Значит, и Евангелие имеет взрывную силу. Когда мы проповедуем Евангелие, оно взрывает жизнь людей. Оно взрывает сложившиеся устои. Готовы ли мы подорвать этот мир Евангелиям? Но сейчас, в наши террористические времена, такая проповедь звучала бы зловеще и несколько угрожающе. Проблема в том, что слово «дюнамис» превратилось в динамит уже существенно позже. Сила, строго говоря, совершенно необязательно взрывная. Сила – это вектор, она может быть как-то направлена, она может действовать, она может, допустим, перемещать, передвигать предметы, поднимать, еще что-то такое. Она совершенно необязательно разрывает. В слове «дюнамис», по сути говоря, вот этого значения взрывной силы нет. Причем очень часто проповедники, используя такие примеры, отлично понимают, что они неправы. Но звучит уж больно красиво. И вот это звучит уж больно красиво. Нас не останавливает, и мы начинаем использовать такие примеры. Это первая ошибка – ложная этимология. Вторая ошибка называется часто словом «анахронизм». Я не хочу сейчас использовать много терминов, но скажу лишь, что язык имеет… На язык можно посмотреть с двух уровней, с двух углов зрения. Есть синхрония и есть диахрония. Вот синхрония – это то, как слова или фразы, или любые другие элементы языка используются сейчас, в данный период времени. Это вот такой срез по времени. Диахрония – это развитие по времени, временное развитие, буквально диахронос – развитие через времени, через время. Анахронизм – это когда мы переносим значение слова из одного, а времени – в другое. Иными словами, интерпретируя текст 21 века, мы берем значение, которое это слово имело в 19 веке. Пример. Какой сегодня прелестный день. Какой прелестный ребенок. Вот слово «прелестный» имеет положительную коннотацию или отрицательное? Положительное значение или отрицательное? На настоящее время, да. На настоящее время, да. Прелестный день, никаких проблем с этим нет. Но раньше «прелестный» имело сугубо отрицательное значение. Это плохо, это от слова «прелесть». Для самого слова «какая прелесть» – это то, что прельщает. Это то, что уводит от истины. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminari.com Если к фразе 20-го или 21-го века прилепить определение 19-го или 18-го века, получается неверно. А «да, такое слово действительно имело такое значение». Вопрос «когда». Как только вы слышите фразу типа «вот в Священном Писании мы находим такое-то, такое-то слово», а у Гомера это слово означало… Значит так, Гомер – это 8-й век до нашей эры. Это еще самый древний вариант литературного, греческого языка. Новый Завет – это 1-й век нашей эры. Простите, прошло 9 веков. Какое значение это слово имело у Гомера? Вообще говоря, мало нас интересует. То есть это может интересовать, если мы провели серьезнейшую работу, если мы посмотрели, изменилось слово, не изменилось слово. И по большому счету, если мы еще нашли примеры во времена Нового Завета, или уж по крайней мере во времена Септуагинта, греческого перевода Ветхого Завета, когда слово имело то же значение. Если мы эту работу провели, или кто-то, кому мы доверяем, эту работу провел, тогда, пожалуйста, используйте на здоровье. Если этой работы не было, нет, вы где-то услышали, где-то узнали, что у Гомера, у Сафокла, у Еврипида, у Исхила, ладно, позже, у Аристотеля это слово имело такое значение, очень, очень, очень осторожными будьте, будьте очень аккуратными. Это вот ошибка анахронизма в значении слов. Пример, еврейский пример, я его приводил в другом курсе. Ава, отче. Мы взываем Господу и называем его Ава, отче. И в некоторых проповедях вы можете услышать, что детишки называют Ава своего папу, Аба. Папа. Значит, мы обращаемся к Господу, к Богу, не просто как отец, а мы называем его Папа или Папочка. Смотрите, насколько интимны, насколько близки у нас отношения с нашим Богом. Анахронизм здесь заключается в том, что, как показывают источники, да, слово Аба имеет значение Папа в современном еврейском языке, но оно не имело значения Абы в арамейском языке Ветхого Завета и в арамейском языке, на котором говорили в Новозаветные времена. Более того, такого понебратства по отношению к Богу Отцу евреи просто не могли себе позволить. Это мы сейчас, уже живущие во времена благодати, в христианские времена, можно сказать, Папочка, они в лучшем случае говорили Отец наш и добавляли Который на небесах. Отче наш сущий на небесах, собственно, отсюда. Или Отец, но никак не меньше. Есть ли у нас близость с Богом? Да, конечно. Подходят ли стихи, значит, Аба Отче для доказательства этой близости с Богом? Едва ли. И последняя, третья ошибка, которая часто совершается, и здесь немножко сложнее, но тоже должен вас предупредить. Злоупотребление синонимами или злоупотребление анализом синонимов. Ой, необычайно сложно иметь дело с иностранным языком, который знаешь плохо, или вообще не знаешь, тем более, когда в нем находятся синонимы. Ну, такой простенький вопрос для тех, кто хоть сколько-то знает английский язык. Вот есть beautiful и есть wonderful. A beautiful girl, a wonderful girl. А вот раз... Ну, вы сразу перевели. А вот объясните-ка мне разницу. Вот про одну девушку говорится, что она beautiful, про другую говорится, что она wonderful. Или про одного парня говорится, что он smart, про другого clever. И в том и другом случае это умный. Ну, вот объясните-ка мне, пожалуйста, разницу. Значит, я не прошу вас сейчас это делать вслух, потому что это не занятие по английскому языку. Скажу лишь вот о чем. А иногда, причем очень часто, исследователи священного писания уделяют слишком большое значение разнице в значении синонимов. На самом деле, даже по-русски мы думаем, как сказать, там, замечательный или восхитительный. Какой замечательный фильм, какой восхитительный фильм. А вот мы не сидим и думаем, так, замечательный – это происходит слово «заметить». Значит, назову-ка я его «замечательным», потому что я его заметил. Так, а восхитительный происходит от слова «восхитить», то есть взять наверх. Это фильм, который превозносит меня к небесам. Так, вот я оцениваю этот фильм, я как хочу сказать, вот я его заметил, или он меня к небесам вознес. Поэтому, в отличие от этого, будет либо первое слово, либо второе использовано. Если ни то, ни другое, то я использую еще какое-нибудь слово. Нет, конечно. Конечно, не так. Вот в Священном Писании, когда мы с вами читаем Библию, очень часто авторы используют синонимы. Иногда чередование синонимов действительно обосновано. То есть, есть какой-то смысл, можно объяснить, почему используется одно слово, а не другое. В некоторых случаях, однако, авторы просто используют разные слова. Вспомните, что, допустим, что для евангелистов, ну, не считая, наверное, Луки, греческий язык не был родным. Они писали на не своем языке. Вот Иоанн пишет свое Евангелие, и там два разных слова, обозначающие «люблю». Агапао, от слова «агапэ», «любовь», «возвышенная любовь», как любовь Богу к человеку. И филео, «филя», «любовь, дружба». И вот исследователи спорят, что происходит между Иисусом и Петром в 21 главе. Помните, когда Иисус спрашивает его, любишь ли ты меня больше, чем эти? Да, люблю. Паси овец моих. Любишь ли? Люблю. Паси агнцев моих. Синонимы. Овец, агнцев. Любишь. Сначала Иисус использует слово «агапао». Петр отвечает словом «филео». Любишь ли ты меня, как Бога? Да, ты мой друг. Или я твой друг, а я тебя люблю. А потом Иисус снова начинает сам начинает использовать слово «филео», которое использовал Петр. И вот на этом основании делаются богословские выводы, что вот Иисус начал говорить языком Петра. Петр не понимал, агапао, значит Иисус начинает говорить так, как Петр. Тогда Петр впадает в замешательство уже после третьего повторения. Есть пара проблем. Проблема номер раз. Иисус с Петром говорили не по-гречески, а по-арамейски. А вот там этого замечательного различия в словах нет. Проблема номер два. Иоанн очень часто использует синонимы. А как-то ему это нравится. Почему сказать сложно? Но использует. Вот и здесь сами исследователи спорят по поводу того, стоит это считать различием, важным различием, или не стоит. Большинство сегодня все-таки склоняются к тому, что не стоит. С синонимами надо быть очень осторожным. И на этом мы сегодня закончим. И давайте завершим молитву и сделаем перерыв уже до завтрашнего дня. Господь, наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты по своей любви дал нам возможность сегодня заниматься, учиться. Господи, прости нас, если в чем-то мы были неугодны Тебе. И также, Господи, помоги нам не избегать сложных вопросов. Помоги нам действительно использовать те знания, которые мы получаем. не для того, чтобы надмиваться над другими, но для того, чтобы проповедовать Твое Слово, для того, чтобы учить Твой народ. Да будет слава Тебе наш Бог. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok